Максим Вашилограф Иван Шарич. Великолепная партия. Максим пожертвовал качество во время партии и как бы нашел компенсацию и пошел, ну поставил мат, да, фактически как раз таки. Иван Шарич, хорватский гроссмейстер номер один. Одно у него есть достижение очень классное, то есть он победил в 2014 году на Олимпиаде Магнуса Карлсона пикового. То есть у него тогда было что-то в духе 670 где-то рейтинг, 2670, у Магнуса было 2870 или 2880, и в общем на Олимпиаде он его победил. И, ну да, это Рапид 25 плюс 10. И, значит, смотрим. На доске социальянская защита. Конь f3 d6, d4, cd, конь d4, конь f6, напали на пешку. Ну, мы с вами знаем, да, что после хода конь c3 есть вариант Найдерфа. Максим Вашилограф один из главных Найдерфистов современности, если не главный как раз таки. Но Иван Шарич играет конь c6. Переходим в классическую открытую социальянскую защиту. Здесь есть разные продолжения. То есть вообще основной ход считается ход слон g5 и так называемый вариант Рихтера-Раузера. Тоже здесь большая-большая теория, большая табия. Здесь, в принципе, нет смысла останавливаться. Вашье играет слон c4. Идея хода... Ну, это атака созина, так называемая. Слон занимает активную позицию. Мы берем под контроль поле d5, прицеливаемся к пункту f7. Ну и так как пешки a6 нет, b5 нам не грозит. И, соответственно, значит, что слона нашего прогнать просто так становится невозможно. Пока что e6 продолжает развитие. Хотят слон e7 где-то 2-0 сделать. Черные, слон e3, слон d7. Ну, идея в том, что если теперь на конь c6, слон c6 последует ход. Ну и пока что просто черные развиваются. Один из допустимых ходов. Ну и где-то хотят пойти, ну, поставить ладину c8. Это как минимум. Ферзи e2. Допустимый ход. Это, ну, да, один из главных в этой позиции. Теперь белые говорят, что могут сделать и 3-0, и 2-0. Это как минимум. a6 с идеей b5. Здесь не стал даже играть a4 Максим. Пока что просто сыграл слон b3. Просто отошел от хода b5. b5 все равно провели черные. a3, конь a5. То есть напали на слона где-то, но не спешит он убирать слона как можно дальше. Тем более слон пока что защищен. f4. Захват пространства. В будущем нужно считаться с ходами e5, f5. Это как минимум. Поэтому черные сами играют e5. И теперь замысел в том, что черные напали на коня и напали на пешку. Конь защищает слона, получается. И на отступление коня черные готовы ударить конь b3 и, казалось бы, испортить нам структуру. Максим отступает коня в 3. Сыграно конь b3 cb, что, в принципе, тоже логично. Проблема этой позиции в том, что по-прежнему поле d5 в распоряжении белых. Пешка d6 все-таки отсталая и слабая. И черные не сказать, что прям до конца уравняли в дебюте. Сыграно ферзь b8. С идеей где-то пойти самим b4. Ну, плюс пешку укрепили. Белые заканчивают развитие, делают рокировку. Ну, сразу, видимо, b4 здесь не очень хорошо, потому что я просто бью a b. И если, например, продолжают как-то черные играть. Ферзь b4, то последует просто fe, d, e, скажем. И, ну, там даже просто можно съесть конь e5, и просто уже становится безнадежная позиция. Потом b4 хода нет. Играет слон e7. Все-таки развитие закончить нужно. b4 теперь белые сами ставят, чтобы не было. b4 взяли под контроль поле a5. В любом случае, ну, то есть крепкая, надежная позиция на ферзьевом фланге сейчас у белых. Короткая рокировка, fe, d, e, слон c5. Идея очень простая. То есть мы напали на слона, хотим разменяться и хотим раздвоить свои пешки. И какая-то потенциальная проходная может образоваться. Сыграно слон c5, ну, с шахом, bc. Ну, дай нам сейчас еще один ход за белых, и хочется сразу пойти b4, и у нас будет защищенная проходная пешка, и белые будут сразу играть на победу. Поэтому, чтобы не допустить ход b4, черные сами играют b4. Конь d5. Ход конь d5 допускает ход слон b5, что и сделали в партии черные. И идея в том, что, ну, вроде как, нам поставили, в общем-то, такой двойной удар на ферзя и на ладью, и кажется, что мы просто, видимо, проигрываем партию, по всей видимости. Но оказалось, что не все так просто. Максим играет конь в шейшах. Ну, понятное дело, что забирать коня нужно. Ферзь отступает. Слон f1, ладей f1, и мы без чистого лишнего качества. Нет, у качества не хватает. Пешка c5 слабая, не хватает качества, и, казалось бы, а что здесь есть у белых? А, значит, идея заключается в том, что все-таки структура на королевском фланге у черных испортилась. План следующий. Пойти конь h4, конь f5, поставить ферзя на h6, поставить ладью на f3, на h3 и играть на мат. Это просто один из базовых таких концептуальных планов, который может быть. Сыграно в партии король h8, конь h4, конь отправляется на f5, ладья g8. Ну, нужно что-то делать, иначе король очень быстро мат может здесь получить. Максим пока что продолжает ходом ферзи f3, опали на пешку f6, и, ну, пешка-то важная. Возможно, черным имело смысл играть какой-то ход ферзи f8, что это вообще вполне не очевидно совсем. Ну, то есть ферзи f8, и на ферзи f6, видимо, просто пойти ферзи 7 и спровоцировать как-то размен ферзей, потому что проблема в том, что у нас где-то будет сейчас провисать тоже на g2. Но сыграно ферзь d8, ну, в принципе, за вертикаль пока что боремся, пешку защитили, вполне здраво. Аb, и теперь у нас есть защищенная проходная, хоть и пешка слабая. Ладья b8, напаль на пешку b4, ладья d1, напаль на ферзя, ладья защищена. Ферзи 7, конь f5, попадают черные пока что по темпу, конь занял активную позицию на f5, прекрасная позиция. Что делать не вполне понятно, если, например, черные играют как-то ферзь e6, то последует ладья d6, и тут уже непонятно что делать, потому что очень плохая позиция становится у черных, куда отступать, то есть на какой-нибудь, скажем, ферзь c4. Ну, тут, во-первых, нужно будет считать, что взятие на f6 последует, и коня мы можем даже просто пока что перевести. Например, конь e3, ферзь b4, ферзь f6, и, ну, просто уже плохая позиция, на e5 тоже отлетает, и тут уже просто сейчас, ну, только белые играют на победу. Сыграно ферзь b7, ну, что-то делать, видимо, черным нужно было, и вот они отступили на b7, нападая на пешку, в том числе и b4, давя на e4, но не очевидный ход. Конь e3, переводят коня теперь на d5 с давлением на пешку f6, черный играет ладья g6, пешку защищает, конь d5, ну, конь занял активную позицию, во-первых, пешку b4 защистили, напали на пешку f6, конь здесь стоит не меньше ладьи однозначно. Черный продолжает от a5, ну, видимо, выбора у них тоже не так много, если пойти как-то ладья bg8, то последует ладья d2, пункт g2 защитим, a5, ладья c1. Ладья c1 не самый очевидный ход, но, видимо, идея хода ладья c1 еще также была в том, чтобы где-то двигать пешку c6, c7, как минимум, сыграно ладья c8, чтобы как раз-таки c6 мы не пошли, h4. Идея в том, что ладья защищает пешку f6, а мы хотим согнать эту ладью, если ладья отойдет, то мы просто бьем ферзя f6 или там конь f6, и проблема в том, что, ну, просто король близко получить к тому, чтобы получить мат, да, как раз-таки. Значит, сыграно в партии аb, ну, видимо, от безысходности просто, потому что если ладья g7 отступить, то ферзя f6 последует, сыграно аb h5, напали на ладью, если ладья уходит, все равно ферзя f6 последует, ладья h6, вроде как ничего не остается, хотим защитить пешку, но проблема в том, что теперь ладья просто застряла на веки веков, а на а6 и все, и проблемка. То есть, ну, если мы просто ферзем как-то отступаем, то пешку наш 5 терять не хочется, то есть ферзя f5 это более человеческий ход, то есть мы защитили пешку, все укрепили, сохраняем напряжение на пешку f6, где-то хотим пойти g4, укрепить пешку, разгрузить ферзя, потом к нему уже отступить, и просто здесь ловится ладья фактически. Сыграно ладья c6, ну, из последних сил как-то пытаются защититься здесь черные, конь e3. Ну, опять же, улучшаем положение коня, сейчас пока что не прояснять ситуацию, то есть, возможно, он где-то хочет пойти g4, освободить ферзя, потом поставить коня на f5, выиграть ладью на а6, сыграно ферзь c8. Ну, тут замысел в том, что, как бы, ну, хотят разменять где-то ферзей, конечно, черные, но находится интересный ход g4, и смысл в том, что нельзя бить ферзя f5, потому что последует конь f5, и попался, просто попалась ладья, потому что нужно ладью теперь, видимо, как-то отдавать ладья g6, аж, аж, или там fg, и, ну, и все, как бы, все плохо, конечно. Лишняя фигура, и пешка проходная, и здесь уже безнадега. Поэтому бить нельзя, сыграно ферзь f8, с нападением на пешку c5, и здесь, конечно, очень классно разыграл, классный ход нашел здесь Максим, он играет король f2, очень сильный ход, потому что идея в том, что если я не играю король f2, допустим, даже не знаю, какой на самом деле здесь предложить ход, чтобы как-то, ну, допустим, не знаю, просто сейчас мы сходим там, ну, просто король h2, например, мы пойдем, скажем, последует ладья c5, если ладья c5, ферзь c5, и у нас теперь провисает конь на e3, и мы не успеваем сделать то, что было в партии как раз-таки. Если мы сразу как-то играем ферзь d7, нападаем, например, на ладью с идеей того, что, ну, на ладью напали. То есть f5 какой-то находится ход, защитили ладью, и что делать? Теперь на g5 есть ход ладья h, например, d6, так вот неожиданные ресурсы, или как минимум, хотя ладья hd6, или даже ферзь g8 подвязать, допустим, и у черных находится какая-то компенсация. Поэтому король f2 очень сильный ход, защитили мы коня, и теперь мы готовы к ходу ладья c5. Возможно, ферзь g8 все равно нужно было играть, хотя это вроде как ничего и не дает черным, сыграно ладья c5. Тоже человеческий вроде ход, ладья c5, ферзь c5, и конь-то теперь защищен, ферзь d7. Теперь проблема в том, что мы хотим пойти ферзь e8. Что это значит? Ну, то есть, допустим, черный просто делает какой-то ход король g8, мы играем ферзь d8 или ферзь e8, шах. Теперь на... ну, король g7 играть нельзя, потому что последует, как ни странно, король e2 и конь f5 с матом. А если закрываться ферзем, то последует ферзь f8, король f8, конь f5, поймалась ладья, и мы, в общем-то, с лишней фигурой просто выигрываем партию. Поэтому он играет как f5 от безвыходности, ну, теперь ладья начинает жить. Ладью открыли, но цена такова, что ферзь d8, шах, ну, король z7 просто единственный ход. Ну, и так как связка есть и грозит где-то f4, играет король e2. И смысл в том, что шахов, во-первых, нет, мы контролируем поле c4, c2, шах на b5 ничего не дает, потому что последует король e1, и шахов тоже больше не будет. А смысл в том, что грозит конь f5 с матом. Король удиваться некуда, все поля просто прикрыты, и на этом просто конец. Ладья f6, перекрытие, h6, шах. Опять же, если ладья a6 бить, то конь f5 с матом, а на король g6, ферзь g8, шах, король h6, g5, шах, король h5, gf. Ну, и просто сдался Иван Шарич, просто потому что, ну, сами понимаете, не хватает фигуры, сейчас король просто мат получит, и на этом, в общем-то, партия заканчивается. Красивейшая партия, красиво переиграл, красиво перестроил, красиво нашел компенсацию. В общем, не разобрались черные, и, в общем, великолепно получилось.